Понимаете, всё зависит от человека. Если человек недалёкий по своему сознанию, с ним невозможно строить глубокие отношения. Бывают люди, которые просто не способны на это никогда. И вот пройдёт много времени, и вы увидите, что человек каким был, таким и остался. Это не зависит чисто от ваших усилок. Вы очень настроены, очень гуманно, и хотите со всеми выстроить отношения. Вы сердечный человек. Вам хочется дружбы со всеми. Но вы должны знать, что есть люди, которые не способны ни с кем дружить. И поэтому нужно очень чётко понимать, что лебедь среди ворон никогда не сможет быть счастливым. Это невозможно просто. А что тогда делать? Наверное, не все вороны. Не все вороны. Что делать? В целом, всегда есть определённый компромисс. Он заключается в том, что судьба может послать очень хорошего специалиста, нужного человека, который не хочет строить хорошее отношение. Просто принципиально не хочет. Это злая судьба присылает таких людей, недобрая. И этот человек, в конечном счёте, всегда предназначен для разрушения компании, а не для пользы. Но без него не обойтись. Поэтому тактика такая. Надо двигаться вперёд рядом с ним, сотрудничать и приближать к себе тех, которые верны, способны с тобой строить хорошие глубокие отношения, развивать твою компанию, допустим. Но при этом они другие, эти люди. И когда они появляются, постепенно оттеснять от ответственности человека, который не способен на такие отношения. Иначе он обязательно предаст и принесёт большую разруху со временем. Продолжение следует...